МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» с главными событиями среды. В этом году вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Инвестиции в дело. В Доме правительства прошло заседание совета по улучшению инвестиционного климата. Качество – основа безопасности. В Чебоксарах ремонтируют дороги. Равнясь смирно, в Батаревском районе стартовали 48-е юно-армейские игры «Зарница» и «Орленок». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За год в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России Чувашия поднялась с 9-го на 6-е место. Как удержать позиции и продвинуться вперед, обсудили на заседании Совета по инвестиционной привлекательности. В работе участвовали члены комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Национальный рейтинг за два года существования доказал свою эффективность и стал действенным инструментом выявления и распространения лучших управленческих практик в стране. Финансовый рынок, он один для всех Российской Федерации. Мы не имеем даже своего национального банка. Мы не можем другие какие-то установки делать, не влиять на эти процессы. Раз финансовый рынок России, он имеет единое пространство, у нас показателей должны улучшаться, конкурентной среды достаточно. Несмотря на то, что достигнут хороший результат, нам есть на чем работать в текущем году. Болевые точки экономики республики определили, не выходя из зала заседания. Конкуренция в текущем году будет жестокая, и поэтому я не могу не обойти проблемным местом. У нас ухудшилась ситуация, это среднее количество процедур, необходимые для регистрации предприятий, то есть мы вошли в группу С. Это негативно отражается на бизнесе. Михаил Игнатьев отметил, что вопрос с лишними проверками надо решать незамедлительно. Бумажная волокита не должна быть камнем преткновения в отношениях бизнеса общества и представителей власти. Работа в этом направлении уже началась. Уже с апреля 2015 года у нас отменена обязательность печати хозяйственных обществ. Если раньше государственная регистрация при создании организации была 5 рабочих дней, то сейчас срок сокращен до 3 рабочих дней со дня представления необходимых документов. Между тем, глава республики отметила, что Чувашия не только улучшила свои позиции на федеральном уровне, но и вошла в тройку лидеров по Привожскому федеральному округу. Для того, чтобы удерживать этот уровень, органам власти совместно с бизнес-сообществом необходимо продолжать работу по совершенствованию законодательства, внедряя по предложениям инвесторов привлекательные формы поддержки. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Один из удачных инвестиционных проектов, который был реализован в Республике в 2015 году – сервисный центр ВТБ-24. С работой колл-центра познакомились Михаил Игнатьев и журналисты республиканских СМИ. За год сервисный центр трудоустроились тысячи молодых людей. Среди них жители Чебоксары, те, кто несколько лет назад уехал в Москву. Но посчитал, что необходимо вернуться. Я решил вернуться в родные края, как бы зарекомендовать себе какую-то лепту внести в Чувашскую, так скажем, республику. Так как ВТБ-24 является одним из самых крупнейших банков, и это далеко не секрет. На данный момент я являюсь экспертом ипотечного продукта. Так что очень рад вернуться, еще раз повторюсь, в родные края. Побирая Чебоксары, среди двух тысяч заявок руководство банка в Москве особо подчеркивало наличие квалифицированной рабочей силы и хороший уровень подготовки специалистов местными вузами. Но помимо решения кадрового вопроса, наличие в регионе такого инвестора способствует улучшению делового климата и пополнению бюджета. В основном фиксируется рост налоговых платежей физических лиц. За пять месяцев 2016 года по поступлению налогов в республиканскую казну практически достигнут годовой уровень 2015 года. От нашей работы сегодня зависит деловой климат в целом Чувашской республике. На встрече с коллективом сервисного центра глава Чуваши говорил о ремонте и строительстве дорог в республике и столице, развитии аэропорта Чебоксар, о ценах на продукты, а также занятиях физкультурой и спортом. Татьяна Молокова, Надежда Яковлев, Олег Якимов, Республика. В Чувашии сформирована единая система реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Однако хорошие показатели не повод успокаиваться. Об этом говорили на сегодняшнем заседании правительственной антинаркотической комиссии при главе Чуваши. При республиканском наркодиспансере открыт кабинет первичного мотивационного консультирования для потребителей психоактивных веществ, участвующих в программах реабилитации. Чтобы найти бывшим пациентам подходящую работу, между республиканским наркодиспансером и центром занятости населения города Чебоксара заключен договор о сотрудничестве. Пациенты с диагнозом «наркопотребитель» автоматически попадают в базу данных социальной службы и центра занятости еще на этапе лечения. А в наркодиспансер регулярно приходит перечень вакантных рабочих мест. Тем не менее, 89% употреблявших наркотики длительное время и прошедших лечения не работают и не учатся. Здесь есть проблема по дальнейшему его и трудоустройству, и выдается очень много ограничений, то есть и по водительским правам, и по реальному трудоустройству на хорошие рабочие места, и поэтому, к сожалению, иногда наркопотребители либо уходят и лечатся в анонимную сеть, и мы их теряем из поля зрения, или они просто-напросто скрываются и не афишируют о том, что они являются наркопотребителями. В республике успешно работает антинаркотический проект участковой службы. Благодаря этому на ранней стадии выявляются группы риска, семьи и несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В организациях социального обслуживания активно развивается клубная деятельность для родителей. Для оказания экстренной психологической помощи круглосуточно функционирует детский телефон доверия. При этом наблюдается значительное сокращение количества поступающих звонков. Люди не доверяют? Телефону доверяют? Или проблема в чем? Или у нас так все стало благополучно, что нет пола дозвонить? Я считаю, что стало благополучно в связи с тем, что у нас количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уменьшилось. Глава Чувашия Михаил Игнатьев подчеркнул, что эффективное взаимодействие всех заинтересованных структур способствует решению задач реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Но достигнутые позитивные показатели не повод успокаиваться. Необходимо держать ситуацию под контролем и не допускать увеличение количества наркозависимых в регионе. Радион Архипов, Олег Якимов, Республика. Большую роль в профилактике употребления наркотиков играют некоммерческие молодежные организации. Вопросы развития гражданского общества и государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций обсудили на Совете Привозского федерального округа во главе с полпредом Михаилом Бабичем. В работе Совета принял участие и Михаил Игнатьев. Сегодня в регионах округа зарегистрировано более 40 тысяч некоммерческих организаций. Из них 6300 являются социально ориентированными и реализуют общественно значимые проекты в общественно-политической и социально-экономической сферах. Социально ориентированные МТО – это важнейшая часть жизни гражданского общества. Причем это и совсем благотворительные проекты, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями инвалидов, и очень серьезные образовательные, культурные, туристические, спортивные и, очень важно, патриотические проекты, которые направлены на воспитание, на развитие молодежи, да и всех людей, всего гражданского общества, которые живут в стране. В Чувашии более 1100 социально ориентированных некоммерческих организаций. За пять лет на финансирование социально значимых программ и проектов в республике направлено 53 миллиона 600 тысяч рублей. В Центральную избирательную комиссию Чувашии начали поступать документы от кандидатов в депутаты Государственной Думы России. Первой стала Ксения Прокопьева. Она собирается избираться депутатом в парламент страны по Канажскому избирательному округу номер 37. По Чебоксарскому избирательному округу номер 38 выдвинулся пенсионер Валентин Цретинский. Сегодня же началась кампания по движению кандидатов в Государственный совет. Она продлится до 29 июля 2016 года. Представители партии и кандидаты должны предоставить документы в Центральную избирательную комиссию. Напомню, что шесть политических партий «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Яблоко» и «Коммунисты России» участвуют в выборах депутатов Государственного совета без сбора подписей. Остальные кандидаты должны собрать в поддержку своего выдвижения определенное количество подписей. На федеральном уровне без сбора подписей могут участвовать в выборах 14 партий. Кроме уже названных, это «Партия Роста», «Патриот России», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Партия Родина», «Партия Зеленая» и «Гражданская сила». В Чебоксарах началась масштабная кампания по ремонту дорог. Работу подрядчиков сегодня проинспектировал глава администрации города Алексей Ладыков объехал улицы, где асфальт не меняли долгие годы. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. По этой дороге водители с начала года передвигаются словно по минному полю. Растаял снег, а вместе с ним и асфальт образовались глубокие ямы. Капитальный ремонт начался недавно. Дорожное полотно пришлось менять полностью. Работа на сегодняшний день выполнена. Это разборка бордюрного камня, фрезерование, горячая регенерация и уложен верхний слой покрытия марки Б1. На данный момент производим укладку асфальта бетона на съездах. Остается у нас сопряжение на тротуарах, приведение газона в порядок. Инновационные методы применяют и при капитальном ремонте дороги по улице Шумилова. Здесь укладывают сразу два слоя асфальта, щебня и битума. Такому полотну капризы погоды не страшны. Продолжить дольше и гарантийные обязательства, и колейность меньше будет, потому что мы усиливаем тем самым основание. А дорога без основания, он не будет держаться. Дорога по улице Калинина, уверяют подрядчики, выдержит даже аномальные морозы. Прочность разы повысит специальный материал из битума и полимеров. Битум становится более эластичным, более устойчивым к морозам, хрупкости будет меньше, и служить будет дольше. Гарантия 4 года. В этом году в Чебоксарах намерены отремонтировать 16 участков дорог. На инновационные методы делают ставку большинство подрядчиков. Алексей Ладыков потребовал строго контролировать качество материалов и соблюдение технологий. Контролируем входной материал на базах, где производится асфальт. Контролируем соблюдение технологии на месте производства работ. И сегодня мы выехали для того, чтобы посмотреть, как осуществляется входной контроль на объектах. На каждом участке провели исследование, и после этого определили рецепт производства дороги. Наиболее применимый для того или иного участка. Работу подрядчиков контролируют аккредитованные инспекторы. На объектах они дежурят круглые сутки. В их арсенале специальные приборы. Вот этот прибор позволяет нам контролировать. Температура должна быть не менее 110 градусов. Вот сейчас они установили термометр. Сколько градусов показывают? 145. 145 градусов. То есть температура соответствует. Сити-менеджер потребовал участие пожелания горожан. Вместе с жителями необходимо решить, где установить дорожные знаки и искусственные неровности на отремонтированных участках. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Некоторые дорожные знаки уже начали устанавливать сегодня на бульваре электроаппаратчиков. Наш корреспондент на месте узнала, как с президентского бульвара проехать на улицу Карла Маркса и обратно. Бульвар электроаппаратчиков – одна из самых проблемных улиц Чебоксар. И если днем движение здесь достаточно свободное, то с наступлением часа пик этот участок практически встает. Столичная администрация решила уменьшить транспортную нагрузку. Сейчас ведется установка знаков одностороннего движения на бульваре электроаппаратчиков и деловом проезде. Движение в этой зоне будет круговым, то есть заехать в центр со стороны президентского бульвара можно будет только по бульвару электроаппаратчиков, а выехать по деловому проезду. Как отмечают в городской администрации, это мера временная, пока не появятся средства на расширение участка дороги. Кстати, на это потребуется как минимум 80 миллионов рублей. Насколько принятое решение эффективно и будет ли удобно автолюбителям, станет понятно уже скоро. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Юность в сапогах сортовали 48-е республиканские финальные игры юноармейского движения «Зорница» и «Орленок». Вот уже четвертый раз соревнования проходят на поляне Солнечное Батаревского района. Раве! Гор! Колонну по одному! Батарев! Строевая подготовка, кросс, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова. Все это ждет юноармейцев в ближайшие пять дней. Школьники на время забыли, что такое уроки и взялись за оружие. В Батаревском районе кипит нешуточная борьба. Успешно ребята выступают, чувствуют, что готовились. Готовились сюда, приехали действительно победители муниципальных этапов. На Солнечной поляне схватились лучшие команды со всей республики. На этот раз за звание победителей в финальных соревнованиях «Зорницы» поборются 800 юношей и девушек. Мы приехали сюда, чтобы показать хороший результат на соревнованиях, чтобы это помогло в дальнейшем жизни, в частности при поступлении в армию. Мы сейчас идем неплохо в турнирной таблице. Думаю, это послужит для нас уроком. Итоги финальных игр станут известны 1 июня, в день завершения соревнований. Лучшие из лучших будут защищать честь родной республики на следующем этапе «Зорницы» в Бривовском округе. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии передает в суд уголовное дело в отношении бывшего коллеги, следователя МВД и его двоюрного брата. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и пособничестве соответственно. 25-летний следователь оказался неплохим знатоком психологии, мастерски сыграл на чувствах подследственного. С помощью брата он получил от фигуранта 180 тысяч рублей. По версии следствия, с ноября 2015 по февраль текущего года злоумышленники по предварительному сговору между собой получили от подследственного по уголовному делу, которое расследовал следователь полиции, денежные средства в размере 180 тысяч рублей. Эти деньги они получали несколькими частями. За это незаконное вознаграждение следователь полиции обещал своему подследственному изъять из уголовного дела несколько имеющих значение документов. Также он обещал не возбуждать уголовное дело по дополнительным эпизодам противоправной деятельности и не предъявлять по ним ему обвинения, заведомо зная о том, что отсутствуют достаточные данные для возбуждения новых уголовных дел. Кроме того, в присутствии подследственного в своем служебном кабинете он порвал документ, введя его в заблуждение относительно его важности как доказательство по расследовавшемуся уголовному делу. Денежные средства получал двоюродный брат следователя органов внутренних дел в различных местах на территории города Чебоксара. В данный момент следователь управления МВД по городу Чебоксара уволен в связи с утратой доверия и находится под стражей. Его брат-подельник под домашним арестом. Дело направлено в суд. Банк России запускает новые банкноты. Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении уже в следующем году. При этом решать, какой город с его достопримечательностями будет изображен на билетах Банка России, будут сами россияне. Красноярский мост, Большой театр, Новогородский Кремль и Петропавловская крепость. Несколько десятилетий подряд на банкнотах России изображались виды городов и местные достопримечательности. Изменять традиции не стали и на этот раз. У жителей каждой территории, будь то столичный мегаполис или тихий провинциальный городок, появилась возможность заявить о своей родине всей стране. Россиянам предстоит выбрать два города и четыре их символа, олицетворяющих Россию. Сделать это можно на сайте твояроссия.рф. Участие в голосовании бесплатное. Язык до Киева довезет, а некоторых и дальше. Житель Люксембурга Томас Файдер об этом знает не понаслышке. В Чувашию он приезжает не в первый раз. Что же привлекает иностранца в нашей республике, узнала наша съемочная группа. Томас Файдер, вы знаете, что вы знаете? Ура-мра. Томас практически без труда может поддержать разговор о погоде. Он изучает чувашский язык второй год. За это время добился лингвистических успехов. Уже неплохо пишет и читает, но отмечает. С таким разделом, как синтаксис, справиться трудновато. Самое главное в занятиях – это терпение и желание. Языковые лагеря – еще один способ подтянуть свои знания. И Томас уже не первый год ездит в лагерь Хавал. Я думаю, там вообще можно много интересного нового узнать. Но помимо этого, конечно, важно, что там интересные люди. И вообще, там сейчас, например, в Хавале, там не только язык, но и культура. Там много конференций, можно узнать много интересного. Он не только о том, что здесь в Чувашии, но и в соседних республиках. Томас Файдер – настоящий полиглот. Он владеет люксембургским, французским, немецким, английским языками. Любовь к русской культуре у него появилась много лет назад. Сначала учился на журфаке МГУ, потом в Институте восточных языков Парижа. Дальше больше. Всерьез увлекся культурой малых народов и освоил марийский. У марийцев есть фенеугорский язык, у вас тюркский язык. И не только языки отличаются, но и традиции, даже по религии. И я думаю, у нас в Европе такого разнообразия нет. Это в том маленьком пространстве. Я считаю, что именно языки, как чувашки, они неизвестны. И поэтому стоит узнать эти языки. На этом Томас останавливаться не собирается. В планах в совершенстве овладеть чувашским и начать изучать удмуртский. Иностранец учит и своих близких. Так что вполне возможно, что в далеком Люксембурге при встрече звучит иракон. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Ну, это у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин